Всем привет ребята, с вами Джофф. Вы знаете, я долго думал делать этот обзор или нет, но в конечном итоге все чувства внутри меня, они превозмогли все мои страхи и я решил его все-таки сделать. Сегодня, ребята, мы поговорим о прекраснейшем подарочном танке Light MKVIC или как я его любя называю Какашечка. Ребята, это чудесный танк, он настолько офигенен, что у меня просто нет слов, как его описать. Его плюсы, они с лихвой перекрывают все его минусы. Это реально просто уникальный танк, благодаря которому мы можем просто прекрасно играть в рендоме. И давайте наконец-то поговорим об его плюсах. В числе его плюсов, одним из самых главных является его картонность. Его бедные несчастные 12 мм брони или 10 позволяют моему любимцу Готчкису пробивать его под любыми углами во все проекции. Благодаря этому я могу набивать много-много-много дамаги и много-много-много фрагов. Вы просто не представляете, насколько это прекрасно. Просто шить десятками этих британцев и получать воина, получать воина, получать Россиняя, получать Редли Уолтерса и все такое прочее. Вторым, очень серьезным плюсом этого танка является его скорость. Он, ребята, очень быстрый. Как вы думаете, что это ему дает? А это дает ему очень быструю скорость слива. То есть впереди планеты всей владельцы этих танков мчатся и умирают первыми. Вы понимаете, если, допустим, мой французский собрат Готчкис из ветки лягушатников, он может ехать до меня очень долго. И пока он до меня доедет, меня уже могут убить или сам он умрет или случится что-нибудь еще там. Землетрясение, пожар или любой другой форс-мажор. Британец, этот Light MKVIC, или как я его любя называю, Какашечка, он не такой, ребята. Он очень быстрый. Он летит вперед, просто сверкая своей картонной броней и сливается в первых рядах. И это, ребята, очень-очень серьезный его плюс. Из-за этого я этот танк просто очень люблю. И, конечно, ребята, последним и самым главным преимуществом этого танка в рендоме является то, что его пушка ничего не пробивает. Да, у него стоит пулемет, похожий на тот пулемет, который стоит на Т-7 Кобматкар. У него там 25 пробитий, учитывая, что у меня на втором уровне у Готчкиса броня 40, он ни в каком случае, ни в коем разе никак не может меня пробить. А это просто нереально. Единственное, что он может делать со мной, это сладко меня почухивать, почесывать, тереть мою броню. Может быть, сбивать с него осколки краски или что-нибудь в подобном духе. Но убить это вряд ли. Вот эти три, ребята, главных плюс этого танка, они делают этот танк просто прекраснейшим. Вы знаете, вы, наверное, подумаете, что Джофф продался опять, что Wargaming купил Джоффа или Джофф лежит Wargaming жопу. Но, ребята, я уверяю вас, это неправда. Я непредвзятый, честный обзорщик. И я вам честно говорю, что мне Light MK VAC очень нравится. Это просто прекрасный танк. Это один из лучших танков в рендоме, благодаря которому я теперь могу играть на втором уровне и танковать как бог. Вы знаете, ребята, в этом году, в 2014, Wargaming нас столько раз радовал, столько раз дарил нам прекрасные танки. Сперва он нам подарил ЛТП. Прекраснейший танчик. Просто отличный премиумный танчик, на котором мы просто играли и радовались. А еще больше, конечно, радовались владельцы других танков, как типа Мардер или Т-18, которые могли радоваться вместе с нами. Потому что они, вы знаете, они, как и мы, они очень полюбили этот танк. Они полюбили то, как легко у них получалось делать Колобановых, Редли Олтрасов и прочие интересные медальки. А потом, ребята, нам подарили уже чуть позже, за премию Golden Joystick, за наши голоса, нам подарили Т-7 Combat Car. Тоже прекраснейший танчик, который также быстро ездил и, к сожалению, ничего не пробивал. Но мы тоже его полюбили. А особенно его полюбили владельцы Готчкиса. Вот вы сейчас видите, ребята, как этот британец пытается меня пробить. Но даже когда я стою бочиной, он, ну, там один снаряд из 20-ти, из 30-ти меня пробивает. И то только потому, что там прошел высокий порог пробиваемости. И это, ребята, прекрасно. Это делает этого британца настолько обалденным танком, что у меня просто... Не могу я вам все свои чувства описать. У меня просто не хватает слов. Вы понимаете? Вы понимаете меня, ребят? Вы не понимаете меня? Меня могут понять только владельцы Т-18. Только владельцы Готчкисов. Потому что, действительно, и Т-7 Combat Car, и британец, и ЛТП, это удивительные танки. Они удивляют нас своей балансировкой. Давайте, ребята, просто остановимся, задумаемся и скажем Wargaming'у спасибо. Спасибо, товарищи разработчики, за наше счастливое детство. Спасибо, что мы можем теперь поиграть на вторых уровнях так, как мы уже давно не можем поиграть на десятых. Потому что на десятых есть серба голда, есть вечно страдающий Маус, который уже давным-давно забыл, что значит быть тяжелым танком. Мы можем на вторых уровнях расслабиться и потанковать так, как когда-то мы танковали два года назад на девятках и на десятках. Мы это действительно можем. Поэтому, ребята, спасибо. Давайте им скажем огромное спасибо. И мой Готчкис, вот которым я сейчас управляю, он тоже говорит разработчикам спасибо. Потому что, если бы не они, он бы не смог, как говорится, встряхнуть стариной, и так же, как два года назад, выехать на центр Малиновки и греясь в лучах славы, а также мелкокалиберных пулеметов британцев и Т-7 Combat Car наслаждаться своей толстой-толстой броней. Совершенно забыв о том, что есть серба голда, о том, что есть донатеры, есть статисты и прочие-прочие. Это так, ребята, прекрасно. Прекрасные танки у нас выпускают наш Wargaming. Он их прекрасно балансирует. Остается только позавидовать тем, кому этот танк не нравится, потому что я просто не могу не найти в нем никаких минусов. Он всем прекрасен, этот британец. И броня, и динамика, и оружие. Ура, товарищи! Ура! Спасибо, Wargaming! Субтитры сделал DimaTorzok